снова всем привет первое видео ролик еще рендерится я начинаю уже со вторым с определением высотного положения проводных сетей поливневой канализации получилось вот такой список сделать сетей и все они у нас получается лежат на одной высотной отметки сейчас их выберу через навигатор и надо делать что-то с колодцами да тут получается пояснительная записка у меня не самая актуальная версия по сравнению с чертежами пришлось добавлять еще трубы диаметром 800 sn8 sn16 для конечного участка и также есть у нас еще тут момент небольшой с теплоизоляции теплоизоляцию можно тоже определить как трубу чуть побольше диаметром например сделаем 450 зайду конструктор элементов выберу какой-нибудь ненужный элемент например трубы стеклянная переименуя его теплоизоляция параметрах размеров редактировать удалю строчки с размерами кроме одно единственное 450 и чтобы парт сайс нейм было тоже написано теплоизоляция выставлю таблица значение и сюда тоже теплоизоляция ok закрываем вкладка параметра окна области инструментов трубопроводная сеть списки элементов проекта добавляю еще семейство труб так тоже по сравнению с пояснительной запиской вот эта самая техническая труба я ее в проекте не нашел поэтому у нас она получается не добавленная при необходимости конечно можно ее выбрать и добавить вот сейчас добавлю теплоизоляция которая как раз таки нужна окей и немножко изменю стиль выключаю осевую линию и внешнюю сторону стенок сделаю зеленым цветом как в плане так и в профиле ну и собственно нам модель еще будет нужно давайте модели тоже цвет поменяю так проекту к теплоизоляция окей 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 редактировать сеть коллектор 4 убираю но добавленный элемент колодец 0 и и добавляю на участок стиль отредактирую чтобы линия была еще у нас не штриховая а сплошная окей так высоте она у нас не совсем правильно лежит но это может дело подправим на продание профиля хотя мне нормально все но все равно будут отметки еще подправляться так нулевые колодцы в принципе можно оставить можно их найти списке колодцев и удалить теперь с отставниками которые получаются такие вот высокие стандартно силу 3d нужно будет заходить свойства каждого колодца и выставлять значение глубины 0 вот таким вот образом интервью пробел щелкаем на колодец ставим нолик закрываем переходим к следующему ну в принципе при достаточной сноровки можно бодренько конечно приближаться по всем колодцам вот но я хотел с вами установить еще project explorer сейчас это сделаем и посмотрим как с его помощью будет у нас идти работа теперь колодцы нормальная сохраняя пока чертеж закрывая сил 3d и и еще в гугле civil 3d и еще в гугле civil 3d project explorer вот компания 3m solution запрашивает реалку да ну вот указывается в адрес электронной почты указываю страну нам предлагается скачать project спор мси как вы видите все в принципе быстро и не сложно файлик скачался моментально 6 мегабайт устанавливаю приложение здесь на сайте конечно можете посмотреть ролики описание стоимость стоимость так установка завершена снова запускаю силу 3d и открываю рабочий чертеж настройках на вкладке настройки появилась иконка project explorer ее вызываю соглашаюсь с реальным периодом 30 дней значит здесь много всего есть интересного мы работаем сетями я перехожу на вкладку сети pipe networks значит вот у меня идут список сетей в левой части в принципе у нас даже превьюшка показывает нам продольный профиль если может по каждому списку по каждой сети есть справа structures pipes колодцы трубы и как они еще идут вместе соединяются то есть здесь таблицы которые можно которые можно оперировать для вот какого-то такого единого доступа к данным но в этом или смысл project explorer то самое с трассами конструкциями коридорами поверхностями точно также имеется в табличном представлении возможность вносить какие-то корректировки и редактирования не бегая среди множества окон а вот работаем по сути в одном наша задача просто нам нужно свойства которые тут перечисляются свойствах перечисляющихся structures колодцев настроить глубину отстойника так где он у нас где у нас значение так мы уже что-то поправляли на сам колливейшин он сам дс депс это есть глубина вот и получается значит она везде вот как бы разные ну несмотря на то что мы работаем через одно окно получается по сути это как бы надстройка и таким образом и за одно окошко мы получаем как бы доступ к индивидуальным настройкам колодцев поэтому быстро все сразу хором изменить не удастся с таким небольшим лагом тут нужно кликать колодцы колодцы все каждый раз будет перещелкиваться перестраиваться так я работал с предыдущей версии project explorer в этой может быть изменение какие то есть давайте попробуем нет не дает нам сразу всех мы по крайней мере это все равно будет быстрее чем заглядывать с каждой колодец вот как я показал начале она принципе вот мы исправили глубину от стойника и профиль продольных в своем вот превью виде project explorer он показывается то есть здесь принципе можно работать с высотными отметками если мы проектируем с этим задавать непосредственно в окне здесь какие-то параметры высоты и прочее и видите изменения но так как мы сейчас моделируем получается 3d сеть из 2d данных нам этот способ не подойдет и нужно будет естественно сделать наложение какой-то профиля всего 3d на тот профиль который является исходным дальше тогда я пробегусь по всем сетям по всем колодцам и выставлю везде сам депс глубина от стойника ровно нулю вот видим все сети у нас получается показываются сразу при завершении веря не так показывались просто из-за большой высоты колодцев картинка была невнятная в общем со всеми сетями я закончил везде прописал глубину колодца над стойником равную нулю было пару моментов где нужно было подправить то есть сразу не проставлялись как бы нужное значение вот иногда такое случается в свойство колодца тогда прописываем глубину от стойника если вдруг он что-то залип не хочет представляться близкую к нулю например 0 0 1 как правило обычно срабатывает зарипание проходит а потом опять выставляем нолик так дальше займемся продольным профилем то есть я возьму сейчас те профили которые показывал первом ролике как переданы мне как исходные данные вот и просто внешней ссылкой их подгружу создам на свои севиловские профили и наложением выплю ситуацию а это то что мне дал проектировщик собственно проекты они меняются постоянно актуализируются и дальше когда будут созданы модели они сейчас созданы по другим разделам по другим разделам данного проекта будет осуществляться проверка нормативное расстояние на коллизии вот уже и готов водопровод канализация освещение будут еще разделам и соответственно это все будет вместе взаима увязываться так теперь открывает чертежик профиля сейчас тоже на запись для примера возьмем какой-нибудь один вот например коллектор 4 будет 4 он пожалуй самый протяженный обращаю внимание на горизонтальный улицикальный масштаб нам нужно будет выставить для оси в узкие профили точно такой же масштаб чтобы можно было работать наложением профиль в принципе очень хорошие информативные информативные дальше да проверяем единицы измерения интеллиты единицы выставляю метры чтобы не было искажений масштабных их заединить с измерения традиционно пуш очистка да вот здесь кстати есть линии дгн неприятные которые подчищаются так удалить геометрии нулевой длины автоматическая очистка непривязанных данных все эти галочки должны быть включены неприятные неприятные потому что те кто сталкивался знают вот эти вот остатки дгн они иногда даже препятствуют просто копированию данных из одного чертежа в другой через буфер обмена или даже внутри чертежа бывают какие то проблемы с копированием с переносом данных так как-то не буду я его по-другому переименовывать сохраняю с тем же самым именем и сделаю вставку внешней ссылки так коллектор 4 на этот раз не может не в координатах укажу на экране откуда он у нас убежал так 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 ну конечно тут нужно будет его еще перевести в определенную вид итак масштабы горизонтальный вертикальный коллектор 4 давайте тогда сейчас делаем профиль по этому самому трассу и профиль поэтому сам коллектор 4 фасил 3d вот он у меня находится начинается от первого колодца и заканчивается аж вот здесь 35 в принципе у нас есть инструменты создания трасс из трубопроводной сети но на самом деле нет особой разницы воспользуемся мы созданием трассы из трубопроводной сети или из вручную по скорости создание трассы из трубопроводной сети как бонус сразу нам позволяет создать профиль с трубопроводной сетью отображенной то есть ее не нужно будет выбирать для показа на продольном профиле это плюс минус данного метода в том что при сложно какой-то конфигурации трубопроводной сети трассы неправильно строится бывает такое ну давайте возьмем все таки попробуем построить трасса создать трассу из элементов сети ну и дальше нужно прощелкать последовательно по тем элементам сети по которым будет строиться не строится профиль так вот у нас тут теплоизоляция выбралась приходится сбрасывать трасса потому что shift и клик не срабатывает на этот раз внимательно так она здесь труба разделилась вот чем дело точно уже стал самолевой колодец получается в этом месте так труба свойства 400 миллиметров до нас тут разделилась на фрагменты ну можно конечно ее восстановить как цельно можно оставить из кусочков я давайте пожалуй наверно восстановлю цельно чтобы она вас была цельной трубы так и у меня метку свойствах хорошо разобрались этим моментом возвращаемся создать трассу из элементов сети первый колодец первая труба и так далее здесь у нас уже получается цельная труба как нужно не разделенная шестой колодец поворот и дальше вот щелкаю по всем элементам четвертого коллектора если мы бы создавали трассу просто инструментами создания трассы может быть и даже вот с такими протяженными объектами может быть и было бы даже быстрее потому что да у нас получится как бы продольный профиль но хотя вам тоже углы поворота нужно указывать также кликать вот уже готовом профиля проводную сеть можно показать с фильтром по непосредственном пересечении собственно особенно выбирать в чертеже элемент не нужно ну то есть эти в принципе инструменты равнозначны по своему объему кликов дошли до конца enter так создаем трассу называем ее коллектор 4 стиль нам тут не особенно важен он имеет значение для автомобильных железных дорог когда производится расчет выражая наружной головки рельсом здесь стиль трасса набор метод не нужен программа понимая зачем он трасса для профиля поэтому сразу здесь предлагается профиль и вид профиля отличным окей создаем также профиль по поверхности существующий профиль на вычерти на виде профиля здесь области данных принципе нет у меня особенно каких-то вариантов выбора шаблоне все замечательно вот не замечательно вот здесь вот в источниках данных видите у нас подцепилась трубопроводная сеть не то водосток один нужно выбрать актуально коллектор 4 так все далее создать вид профиля указан точку для ставки вида профиля в чертеж так все равно у нас тут на ноль улетела так это колодец до 88 так как как у нас тут оказался на живую особенно ты не выбирали ну в любом случае можем найти этот колодец ну можно было свойство подправить прямо здесь я хочу этот колодец также просто увидеть в плане коллектор 4 колодцы и номер него до 88 явно просто неправильный показать а это вот я не переименовал просто колодец 4 как-то его упустил во всех своих телодвижениях так свойства колодца называемого 4 так она у нас повторяется почему почему значит от стойник улетела тоже я получается сейчас трубу подправил трубу протянул до конца труба улетела на нулевую отметку в свойствах я подправил высоту трубы а вот подтянувшийся за отметкой трубы нулевой от стойник он у нас получается остался значит четвертый колодец где же тут 4 колодец если он есть программа ругается что он теперь есть 4 коллекторе давайте его найдем так выбрать показать он у нас получается здесь нумерации я напутал вот этот получается нас колодец 105 открою свойства этот колодец 5 а вот этот колодец у нас были 4 и свойства колодца я подправлю глубину от стойника вот она у нас как раз видите тут получается уже нулевая стоит 001 об становится отметка как бы правильный и возвращая на 0 или можно оставить этот самый один миллиметр не существенно так что у нас на профиль на профиль все естественно выравнилась профиль у нас имеет вертикальный горизонтальный масштаб 110 а нам нужно получается 500 и 100 сейчас горизонтальный масштаб настраиваем масштабы общем чертежа 500 чтобы 100 был масштаб по вертикали редактирование стиле вида профиля на вкладке график я выставляю масштаб 11 тонн лишние метки можно убрать чтобы они тут не напрягали так что у нас тут еще начальная отметка начальная отметка 182 а здесь ну нам нужно сделать привязку привязка получается к этому профилю значит здесь начальная отметка 172 давайте поначально отметки и сделаем эту привязку а свойствах вида профиля задам отметки пользовательская высота минимум 172 максимума принципе не нужно окей есть теперь значит нужно взять наверное алайном операции редактирования автокад выровнять теперь совместить два профиля беру убираю эту команду дальше первая исходная точка у нас будет соответствовать колодцу так это у нас колодец d2 то есть здесь дождеприемника начинается профиль начинаем нужен колодец один вот он один колодец один совмещаю дальше профиль исходный он из кусков смотрим здесь у нас получается шестнадцатый колодец выбирают кусочек смотрю в продольном профиле где у меня шестнадцатый как шестнадцать шестнадцать тринадцатую красненькие подписаны номера колодцев шестнадцатый так третья точка не понадобится масштабировать конечно да вот у нас профиль совместился ну естественно второй кусок я сразу сюда положить не могу это надо либо внешнюю ссылку делается либо исходник менять исходный чертеж вот смотрим что у нас тут тут не совсем то что хотелось бы я вижу почему потому что потому что потому что потому что земля почему-то черный здесь ниже ниже черная земля не очень понятно почему отметки совпадают 180 нет отметки у нас не совпадают 170 а 175 я сделал 172 вот это мой моя ошибка человеческого фактора на 175 вот теперь у нас рельеф совпадает все прекрасно ну и дальше просто все так ну я уже вот эти вот отметки дождеприемников буду подтягивать самостоятельно у нас продольные профили сделаны по коллектору здесь трасса просто началась с дождеприемников но по-хорошему проектировщик мне должен был и не должен был оставил сейчас это меня без этих исходных данных в других проектах которых я несколько штук уже выполнял вместе с ним в паре были разные ситуации где я дождеприемники делал вообще сам вот где получал короткие такие маленькие продольные профили сделаны проектировщиком и соответственно модулировал вот здесь у нас получается давайте сначала разберемся с магистралью а потом уже будем думать про дождеприемники так совмещаю получается трубы у нас есть на трубах ручки совмещаю по внизу в принципе без разницы у нас диаметр правильный назначен совпадает вот отстойники регулирую тоже ручками если это получается так не получается а ну да не получается потому что у нас примыкает дождеприемник но давайте его все таки может быть зацепим покажем на продольный профиль я хотя у нас тут еще вот кроме d2 кроме d2 есть еще и d1 посмотрите можно в принципе делать как сначала пробить магистраль вот провести как бы ее отметки а потом уже разобраться дождеприемниками либо вот делать последовательно да то есть каждый колодец обрабатывать отметки менять вот тут уже как интересней я выбираю с таких моментах тот или иной способ просто для разнообразия один раз так один раз чтобы не совсем уж было все однообразно вот сейчас тогда давайте разберемся с магистралью вот у нас здесь теплоизоляция можно показать не нужно показать потому что нужно настроить ее по высоте этот элемент на виде профиля ведь у нас получается как две трубы как будто бы не взаимосвязаны вот я одну трубу подправил а теплоизоляция осталось висеть внизу так здесь наверное по оси нам нужно сделать привязку потому что диаметр не очень-то совпадает по оси ну и в стилях конечно тут можно и стенку потолще сделайте все прочее можно просто какой-нибудь там условную линию сделать это собственно говоря регулируется с стилем и толщиной стенки нас толщина стенки сейчас 0 поэтому я чисто стилем сейчас в профиле задам вес линии побольше так и что у нас какого-то типа линии такого прям нет ну можно можно загрузить этот тип линий какой-нибудь зигзагообразно изоляция какая-то тоже но я вот возьму такой вот загружу и назначу его в стиле так не сработал ой редактировать стиль трубы не сработал потому что тут масштаб у нас стоит слишком маленький нужно подобрать актуальный честно говоря даже не знаю какой тут масштаб должен быть я пробую большие значения и маленькие значения он все равно не реагирует ну либо другой оттепление либо проявить какой-то настойчивость и добиться добиться того что тут что-то заработала вообще не вижу разницы ладно оставлю туда в покое этот зигзаг окей далее переходим к следующей трубе и вот таким образом пробегаю по всему коллектора и подтягиваю высотные отметки конечно тут можно еще в табличном виде регулировать свойствах трубы у нас тут получается не отображаются отметки да потому что при выборе на профиле к сожалению у нас профиль колодца или трубы нужно искать трубу в плане и показывать все отметки либо свойства трубы заходить задавать отметки либо просто пользоваться project explorer или еще вариант использовать редактор сети в окне панорама ну наши конкретно здесь задачи вполне достаточно такого графического способа до редактирования с отметками естественно тоже нам придется поработать ведь у нас с дождеприемниками нет таких вот исходных данных и нужно будет их регулировать срочно конечно я сейчас буду задавать отметки дождеприемником без оглядки на какие-то другие сети мне главное их более-менее прилично тут замоделировать а корректировку модели по смежным сетям я буду делать тогда когда у меня будут уже готовы другие модели сетей я их все вместе свяжу друг с другом ссылками или ну да в один чертеж что-то они у меня получается достаточно массивные загражать не буду именно через ссылки свяжу их вместе и соответственно буду их уже дальше корректировать вместе со специалистами заказчика и так вот у нас получается часть отрегулирована дальше второй второй кусок профиля с шестнадцатого колодца 16 колодца и далее так так а здесь а вот откуда я взял отметку сто семьдесят два она у нас просто на второй части на второй части профиля здесь нужно будет обратно вернуть свойство вида профиля начальную отметку и дальше уже настроить положение труб колодцы вниз подтягиваются автоматически так ну здесь можно еще вот как раз таки остойники дотянуть до проектного значения так 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 а тут что-то пошло какой-то разъезд смотрим 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 18 колодец поплыл и дальше 35 18 колодец где-то 18 колодец это 21 вот 18 ну и чего я здесь не делал возможно продольный профиль просто несколько устаревший постоянно все меняется и специалисты дают вот видите да сейчас мне передали и планы профиль немножко не бьют друг с другом вот я тогда пойду обратным путем от 35 колодцы назад ну сначала тогда подредактирую трубы а потом подправлю уже отстойники так конечно работает сивилл намного намного проще в плане увязок сетей видите тут все очень плотненько очень плотненько это собственно говоря реконструкция непосредственно вот перед терминалами шереметьево как вы понимаете сетями все очень серьезно насыщенно поэтому вот такая вот картинка так что дальше здесь делать это у нас колодец колодец двадцать седьмой а это колодец двадцать седьмой так понятно и конечно работа в 2d вот как мы видим да с несоответственно планный профиль который мне прислали для моделирования связано с очень большим объемом усилий по постоянной корректировки изменениям и после перевода уже модели в 3d конечно уровень переделок всяких усилий связанных с переделками с корректировками они как бы существенно этот в разы уменьшается этот уровень затрат усилий так опять у нас пошла сдвижка так так ну и для меня вот главное чтобы коллектор держит свой уклон там расстояние между колодцами может меняться конечно вот я посмотрю естественно те отрисованы смежные сети которые мне получается чтобы с ними не было каких-то тоже недоразумений так а здесь у нас теплоизоляция отрисована между колодцами двадцать три двадцать четыре а на плане я ее собственно говоря не видел двадцать три двадцать четыре да на плане тут у нас ничего нет но я буду опираться на план на все вот эти нюансы все эти моменты которые проскакивают естественно будут заданы исполнителю автору проектировщику сейчас уже сделаю эти вопросы они как бы добавочные дальние принципиальные не ставят работу сразу как не останавливают ее поэтому продолжаю делать с вопросами разберусь позднее так ну и теперь дотяну уже подстойники так эта труба нужен колодец так на колодцы можно выбирать повыше чтобы постоянно не путаться с трубой ну конечно здесь тоже одинаковые у всех прибавляется глубина воды то дотягивание это можно сделать и через тот же project explorer просто были значения глубина от страника здесь не нулевое чуть-чуть чуть-чуть пониже и так на глазок затрудняю сказать насколько ну совсем чуть-чуть судя по разнице с диаметром трубы так вот последний колодец отлично продольный профиль будем считать настроенную внешнюю ссылку я отключаю вот и теперь буду настраивать уже высотное положение дождеприемники ну собственно говоря здесь конечно можно было взять и профиль очки как бы отстроить вот но моя задача сделать модель мне тут эти профили как бы делать ни к чему поэтому я просто буду через одно свойств редактирует то что является отметками труб так трассу переместил на задний план чтобы не мешало выбору вот у меня получается труба от 1 1 голоса до 2 имеет отметку на первом колодце сто восемьдесят восемь ноль четыре вот я сейчас не буду а уже выключил до внешнюю ссылку ориентироваться на те отметки которые там есть просто буду с неким как уклоном задавать значение для труб на так значит сто восемьдесят восемь ноль четыре давайте сделаем так от т.д. 2 до т.д. 2 до колодца первого так нам нужно там немножко приподнять 1804 180 я хотел просто за стратегии определиться поэтому чуть занялся вот давайте тогда не буду я особенно выдумывать вот буду брать примерно как бы отметку по коллектору и задавать начало трубы то есть то ту трубу которая связана то есть приемником чуть-чуть повыше вот если будет необходимо ну и чуть-чуть на полметра если будет необходимо меня уже просто проектировщиков бы подправит передаст мне свои профили так далее мне сейчас нужно как бы с какая-то система чтобы модель получалось более менее корректный вот дальше все равно будет проводиться взаимовязка со сетями все равно они будут еще соответственно у нас как бы двигаться вот поэтому я сейчас ориентируясь на быстрое выполнение задачи и поступлю вот таким вот образом вот сюда тут у нас зигзаги заработали только я уже понял в чем была ошибка я настраивал то стиль получается ученый меня не менялся я уже настраивал в плане пришлось сделать основательный перерыв записи роликом так сейчас восстановлю тогда правильность оставлю этот зигзаг масштаб только его сделаю поменьше можно еще поменьше отличным и вот здесь вот направление просмотра профиль тип линии и масштаб типа линии ну теперь получилось так хотел далее открываю свойства открываю область инструментов и продолжаем работать что у нас здесь сейчас вспомни здесь я уже подтянул один даже приемника во вторая труба у меня еще пока не на месте отметка сто восемьдесят 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 четыре так а здесь я получается слишком низко сделано начало трубы что восемьдесят восемь пять восемьдесят девять допустим так хорошо ну вот таком же духе продолжаем здесь уже я не как говорил ранее не делаю визуальную подачу виде профилей а работаю исключительно отметками надо только смотреть направление до от куда куда у меня отрисована труба чтобы правильно было со значениями клонов ну или немножко сделать поменьше уклон слишком большое все-таки закладываю 1887 и дальше следующему колодца здесь у меня 187 87 соответственно чуть повыше сейчас под запись я сделала так несколько колоссов а остальное уже подкат колодец 4 186 69 ну можно прям вот отсюда я не знаю копирует допустим как вариант посмотрим что получается 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 что у нас не подтягиваются отстойники сами автоматически иногда это происходит иногда вот как сейчас не происходит но из чего сделан вывод что то что я делал с настройкой глубины отстойников можно все-таки перенести на этап более поздний когда у нас получается уже трубы будет на своих отметках и тогда их может будет подтянуть что-то можно сделать на профилях уже здесь с помощью ручек раз трубы мы уже подняли можно поднять и устойники колодцев откуда-то колодец мы еще неправильно он у нас не поднимется проводится 6 те колодцы которые дожди приемниками их уже придется отредактировать через project explorer либо через свойства колодцев дожди приемниками их уже не поднимается и и Продолжение следует... Продолжение следует... По данному коллектору и начну обрабатывать коллектор остальные. Продолжение следует... 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 И смотрим... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...